Вопрос о приемном ребенке в семье, как это происходит. Родительство или родовая связь может передаваться не только через кровь, как обычно, естественным способом, как дети рождаются. Но душа может родиться в одном поле родовом и по тем или иным причинам прийти в другое поле. Легче всего, ну или проще всего, переход из одной родовой системы в другую происходит до 5-6 лет примерно, когда ребенка усыновляют, удочеряют до того, как он пошел в школу, когда еще маленький малыш. Тогда легче происходит. В принципе, он со своей родной семьей скровной связь не разрывает, потому что он как был ребенком своей родовой системы, так и остался. Но так бывает, что та родовая система по каким-то причинам не может о нем заботиться и не может его воспитывать. Поэтому она его родила, она ему дала жизнь. А воспитать, воспитывать, сопровождать будет другая родовая система. И таким образом у ребенка может быть двое родителей, точнее, два отца, две матери, может такое быть. И это тоже нормально, это приемлемо. Одни родили, вторые воспитали. И та семья важна, и эта семья важна. И таким образом ребенок получает благословение обеих родовых систем, обеих структур, обеих. Главное, чтобы та семья, которая его принимает, усыновляет или удочеряет ребенка, чтобы она приняла его как своего. Чтобы не было этого ощущения «ты чужой». Чем больше любовь, чем шире сердце старших, которые принимают ребенка в родовую систему, тем больше он получит благословений, и тем легче произойдет то самое подключение. И здесь ключевым фактором является готовность родителей, новых родителей, приемных родителей. Их готовность, их широта сердца, их сердечность. И чем выше этот стандарт, чем выше этот уровень, тем легче ребенку будет войти в родовую систему. И если он входит, получает эту любовь, это принятие, эту безопасность в родовой системе, то он подключается к всем благам, которые есть в родовой системе, ко всем благам. Он получает и, естественно, финансовую сторону, и он получает поддержку, благословение, мудрость и все остальное от родовой системы. Но при этом из своей он тоже не уходит. Если ребенок знает о том, что он усыновлен, если он об этом знает, он должен благодарить и одну семью, и вторую семью. Бывает так, что ребенок не знает. И споры, нужно говорить или не нужно, споры не затихают. Потому что есть аргументы обеих теорий. Кто-то говорит, что ребенок должен знать, откуда он. Поэтому ему нужно сказать, что он усыновлен. Кто-то говорит, не нужно, это будет стрессом. Есть и такие мнения, и такие. Но так или иначе, как бы ни обстояли дела, ребенок должен понимать, что он часть этой системы, часть этой структуры. Его любят, он нужен, он принят, он благословлен. То есть он получает эту поддержку от своей родовой системы и идет дальше. Но приоритет все-таки, приоритет ответственности у родителей. То есть они его приняли, они дали ему любовь, они его включили в родовую систему. Все, все, разговоров, что ты наш, не наш, быть не должно. Тебя приняли, значит, ты полностью теперь наш. Вот тогда будь по-настоящему.